Именно так многие представляют себе настройку пидов, и я в том числе, пока не решил наконец сесть и разобраться во всем этом деле. С 15-го года, как я начал заниматься коптерами, я практически ничего об этом не знал и никогда не настраивал пиды в дронах. Как вы можете заметить, я жив, ничего со мной не случилось, летать я вроде научился, и это даже стало моим основным видом деятельности. Но чем больше становится пилотов, тем больше становится однотипных вопросов и просьб помочь с настройкой пидов на ваших коптерах. Что ж, я все же решился на создание такого видео, и в нем хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но раз и навсегда, к сожалению, не получится. По причине того, что все меняется очень быстро, и те видео, те методы и способы настроек, которые были актуальны буквально несколько лет назад, сегодня уже мало чем будут полезны. От всех этих туториалов моя версия будет отличаться тем, что до этого момента, как я уже сказал, я практически ничего не знал о настройке пидов, и все вопросы, которые интересовали лично меня, как не шарящего чела, я постараюсь разжевать так, чтобы это было понятно дошкольникам. Самое главное, что все, что будет рассказано и показано, я постараюсь подкреплять личной практикой и личной настройкой разных сетапов. Что ж, вашему вниманию представляется настройка пидов, фильтров и других страшных вещей в Betaflight 4.4. Этого видео не существовало бы, если б не человек, который потратил на все эти объяснения огромное количество времени. С ним мы созванивались много раз, где по несколько часов долбили эту тему с нуля, далее я продолжал долбить его кучей вопросов в момент практики и до сих пор удивляюсь, как после всего этого я не был послан далеко и надолго. Люди должны знать своих героев, поэтому первым делом давайте познакомимся. Так, ну зовут меня Михаил. Занимаюсь я коптерами примерно с 17-го года, так как у меня был айтишный бэкграунд к тому моменту, я учился в магистратуре и далее пошел в Асперу, у меня, соответственно, очень много исследовательских интересов и в бэдку я с самого начала начал есть в дебри разбираться, что там как работает и для чего нужно. Примерно год назад я понял, что немного людей, кто шарит за внутреннее устройство бэдки и очень большой запрос на то, чтобы людям это объясняли. И я создал чатик по анализу блокбокса, помогали там ребяткам настроить логи, собственно, это был первый из таких чатов. На этом моменте я также хочу выразить благодарность вам за то, что ставите лайки, пишите комменты и репостите мои видосы. Это очень помогает выводить их в топ и благодаря этому мой канал замечает все больше интересных людей, которые в дальнейшем и помогают делать видео на различные интересные темы. Кроме Михаила, в реализации этого видео мне помог подписчик Денис. Он прислал набор совершенно нового железа, чтобы рассказать про пиды на свежем неушатанном сетапе, которое у меня, как вы знаете, абсолютная редкость. У него вы, кстати, можете купить такой же по адекватным ценам или подобрать что-то в своем бюджете. Ссылочка, сами знаете где. Данный сетап является, я бы сказал, таким классическим народным железом, с которого, ну или с подобного, входит в FPV большинство начинающих пилотов. Потому что оно максимально бюджетное и как топор максимально простое. Вкратце, по сетапу. Рама пятерка, клон Апекса, моторки, всем известные X-Singy, достаточно прочная и адекватная по соотношению цена-качество. Мозг на Pro CF4, регуль на 45 Ампер и VTX на 400 мВт. Все это Jimsu. У данного производителя множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. Я лично дело с ним имею впервые, и пока за все время владения этим дроном проблем никаких не было. Ну и камера Фоксир Рейзер. Естественно, аналог. Цифру в таком бюджете впихнуть у вас вряд ли получится. Собралось все это дело быстро, понятно, даже с моими кривыми клешнями сборочка выглядит достаточно стильно, модно, молодежно. А в этом видосе она у нас будет, ну так сказать, в главной роли. Ну и так как процесс сборки дрона в мельчайших деталях я уже снимал, тут все абсолютно то же самое, поэтому приступаем сразу к процессу настройки. Настройка коптера в основном делится на два этапа. Первый это базовая настройка, которая производится сразу после сборки дрона. То есть вы собрали коптер, спаяли все модули, и чтобы они связались между собой и начали друг друга понимать, им нужно помочь в этом программном. Базовую настройку мы сегодня рассматривать не будем, по причине того, что это очень просто, и таких видео на ютубе тонна. Вторым этапом является настройка уже этих самых пидов и фильтров. Что же такое эти ваши пиды, и почему вокруг них столько шумихи? Определение этих трех букв звучит очень страшно для тех, кто никогда не связывался с какими-то технарскими направлениями. Это такая достаточно сложная тема для того, чтобы ее просто взять и понять, не потратив достаточно времени на изучение теории систем автоматического управления. Я попытался что-то почитать, все равно ничего не понял, но если на примере дрона и супер простым языком, это непосредственно поведение этого самого дрона в воздухе. Отвечает за это поведение полетный контроллер, который в зависимости от того, какие действия вы делаете стиками на пульте, говорит моторам с какой скоростью и когда вращаться в той или иной ситуации. И, собственно, настройки пидов это регулировка этих самых скоростей и времени вращения мотора в той или иной ситуации. То есть, если у вас неверно настроены пиды, грубо говоря, моторы будут производить больше или меньше действий, чем нужно, что может приводить к излишнему нагреву, тряске дрона вместе с непонятными звуками. Будут различные осцилляции и вибрации, притупленная реакция и возникновение всяких непонятных явлений. К примеру, у вас дрон может просто взять и начать сам улетать на полном газу. Чтобы избежать всех этих страшных вещей, у нас и существует такое понятие, как пид-настройки. А для того, чтобы настроить их максимально идеально, насколько это, конечно, возможно, существуют фильтры, которые помогают отфильтровать лишний шум на вашем дроне, приходящий на гироскоп во время полета. Ну, я пытался объяснить это максимально просто и понятно для всех. Хз, какая картинка сложилась у вас, но это только определение. А все это дело нужно еще и настраивать, и уже на данном этапе многие, в том числе и я, забивают болт. На этом моменте нужно ответить на вопрос, зачем тебе все это настраивать? На самом деле я знаю очень много топовых пилотов, которые летают на стоке. Во-первых, он, в принципе, подходит новичкам, ты можешь включиться, и в большинстве случаев у тебя не будет проблем на типовом сетапе, и уже летать. Во-вторых, бетка с каждым релизом редактирует сток. Раньше очень сильно редактировалось, сейчас это замедлилось, потому что постепенно прошивка пришла к таким значениям, которые подходят большинству пилотов. Если ничего не трясет, все устраивает, зачем тратить время? Летай, летай, еще раз летай. Если ты не умеешь в базовую настройку, чтобы у тебя коптер полетел в стоке, то в пиды тебе лезть, ну, прям не надо. Прям даже не думай об этом. Как только ты там уже можешь без сохранения пресета просто взять с нуля настроить коптер, можно подумать о том, чтобы начать разбираться вот с этими вещами. Если вы думаете, что подстроив поведение коптера до идеала, у вас и трюки начнут получаться, и летать вы станете стабильнее и круче, вы сильно ошибаетесь. Я и множество людей, которые вы могли видеть на моем канале, уже сотни раз обсуждали, что навыки пилотирования зависят только от времени вашего налета в симуляторе или реальной жизни. Но пиды точно не исправят то, что вы не можете плавно лететь или ровно выполнять тот или иной элемент. То, что реально могут подправить пиды с фильтрами, это явное неадекватное поведение дрона. То есть странные звуки, сильно заметное шатание и болтание, как при прямом полете, так и после маневров. Также лютый перегрев моторов, где вы после 10 секунд весения не можете до них дотронуться. И прочие нештатные ситуации на вашем коптере. Но и также не всегда все это может быть проблемой именно настройки. Есть этапы, которые очень сложно настроить. Марк 4. В любой конфигурации очень сложно настроить. Из-за того, что хлебовая рама, много вибраций на низких частотах, фильтры приходится довольно-таки низкими делать. Отсюда сложная настройка пидов, как дальнолет, который вот посадил вперед, и он летит. Может быть, может быть и нормально, относительно легкий. Но как фристайл, рама это отвратительно. Потом, всякая ноунейм электроника. Так или иначе, именитые производители, они отточили навыки, что ли, не знаю. Допустим, вот у хобби-вингов очень хорошие реги. И по ним там меньше всего проблем. У фоксиров неплохие полетники. Как какой-то ноунейм, это не обязательно проблемы, но они более вероятны. Очень сильно шумы зависит от того, какой у тебя полетник, с каким гироскопом, как разведена электроника, есть ли у тебя конденсатор. И банально, как ты собрал. Если ты собрал все аккуратненько, сделал аккуратную разводку проводов, все хорошо. А если ты там запихал все это без виброразвязки, сверху накидал ворох проводов, то, соответственно, это будет совершенно другая картина. Иногда даже неправильно подобранный или вообще отсутствующий конденсатор может стать источником каких-то проблем. Конденсатор убирает дополнительные электромагнитные шумы от моторов, от переключения ключей на регуляторе и так далее. Подчеркну, что конденсатор должен быть в лолке SR, должен быть обязательно практически на всех коптерах и должен быть не на XT-шнике, а на регуляторе как можно ближе к остальной электронике. Экспериментально по логам проверял, что конденсатор на XT-шнике практически не работает. Можно летать вообще без конденсатора и с функцией на XT-шнике с проводом длиной 5 и больше сантиметров. В общем, я думаю, понятно, что очень большое влияние на полет и на стройку оказывает именно сборка. Поэтому уделяйте этому этапу особое внимание и если же у вас внезапно с дроном что-то начало происходить, не будет лишним провести доскональный осмотр коптера, затяжку рамы, моторов, электронику и проверку всего этого на предмет поломок, трещин и других дефектов. Даже у меня и у знакомых бывали случаи, когда немного открутился, к примеру, луч и все, дрон уже ведет себя как неадекват. Если вообще не сходит с ума, не начинает улетать на полном газу. И последний момент, который я хочу обсудить до настройки, это пресеты. Почему их лучше обходить стороной и как сильно отличаются настройки на разных дронах? Очень разные соотношения отзывчивости квада. Пятерка это максимальная отзывчивость, вуп это одна из минимальных отзывчивостей возможных. Различается и значение пидов, и в принципе поведение квада в воздухе, к чему может привести применение, допустим, неправильного пресета на фильтр. В лучшем случае это приведет к тому, что тебе квад прилетит в лицо при армии, или сгорят моторы и так далее. Соответственно, я рекомендую крайне аккуратно к ним относиться. Даже несмотря на то, что некоторые пресеты делают очень компетентные люди. Все квады разные, нельзя создать оптимальный пресет, который подойдет всем, к сожалению. Этот эпизод с обсуждением популярных вопросов, я надеюсь, дал вам какое-то общее понимание о настройке пидов и фильтров. Теперь настал момент, когда мы приступаем уже к подготовке к настройке и, собственно, самой настройке. Для того, чтобы понять, что происходит с нашим дроном в полете, на нашем полетном контроллере зачастую есть такая штука, как черный ящик. Эта штука будет записывать так называемые логи, то есть фиксировать весь ваш полет и рисовать из него графики. Об этом всем подробно будет чуть позже, а сейчас давайте разберемся, как правильно настроить и записать эти самые логи. Первым делом открываем бетку, подключаем дрон и заходим во вкладку пресеты. В категориях вбиваем RC-Link и выбираем тот пресет, который соответствует нашей радиосистеме, то есть пульту с приемником. Если у вас Crossfire, выбираем Crossfire. Если ELRS, то ELRS с соответствующей герцовкой. Это единственный пресет, который реально нужен. Все, все остальные не трогаем. И обязательно уже в аппаратуре нужно найти и выключить ADC-фильтр. Далее заходим во вкладку Blackbox. Это, собственно, то, что и будет писать логи. У меня на мозге есть встроенная память, соответственно, я выбираю ее. Далее для настройки фильтров нам нужно выбрать частоту в 2 кГц. Для настройки пидов у нас будет 1 кГц. Но так как у нас сначала настраиваются фильтры, то выбираем 2 и в последней вкладке вбиваем надпись Gearscaled. Скорее всего в Betaflight 4.5 вместо Gearscaled будет Gearscaled. Но пока как есть. Далее проверяем, что ящик у нас чистый. Если нет, то жмем очистить. Теперь заходим в режимы. Находим Blackbox и выбираем его на любой тумблер или кнопку. Теперь вкладка моторы. Тут нам нужно включить двухсторонний дешет, чтобы наши фильтры начали работать. И прошить наш регулятор на последнюю прошивку. Если река у вас не 32-битный, скорее всего он будет прошит под Belchely S. И в таком случае нам понадобится загрузить другую прошивку в регулятор. Почему? Потому что Belchely S не разрабатывается с 2017 года, по-моему, с конца. Belchely S разрабатывался до конца 2021, если не ошибаюсь, или 2022 года. Соответственно, произошло очень много изменений. Одно из самых крупных изменений это TRP-фильтров, которых нет в Belchely S. Соответственно, чтобы обновить Belchely S на BlueJ, нам понадобится браузерный ESC конфигуратор. Заходим, не пугаемся, здесь вам нужна только одна кнопка, это обновить прошивку. Жмем сюда, выбираем BlueJ, актуальную версию, далее частота работы моторов, я обычно ставлю 48. Проделываем эти действия со всеми четырьмя регуляторами, сохраняемся, выходим. И на этом, собственно, все. Заряжаем батки, берем дрон и идем на поле. К сожалению, нет, настройка на этом не закончилась, она только началась. Соответственно, все, что мы только что включили, обновили, прошили, нужно для записи лога. Он зафиксирует все наши шумы, и мы сможем их посмотреть. Дергаем тумблер записи лога, дергаем арм, взлетаем. Если это свежесобранный и нелетанный дрон, тогда летаем примерно 20-30 секунд и садимся. Проверяем нагрев моторов, они не должны обжигать пальцы. Если дрон издает странные звуки, осцилляции, постукивания или трясется, немедленно сажаем. Если же у вас все окей, меняем батку, опять включаем тумблером запись лога, взлетаем. Для настройки фильтров в полете нам нужно задействовать весь диапазон газа от 0 до 100%. Ну и выполнять различные фигуры, флипы, роллы по всем осям. В описании я оставлю пример полета для записи первого лога для фильтров. Окей, отлетали батарейку и идем к компу, чтобы все это дело теперь прочитать. Можно, конечно, взять с собой ноут и настраивать все прямо в поле, если вам так удобно. Для просмотра и анализа логов мы будем использовать прогу Betaflight Blackbox Explorer. Все ссылки, конечно же, в описании. Начнем с того, что нам нужно вытащить наш лог с полетника. Делается это очень просто. Заходим в бетки во вкладку Blackbox, жмем подключить как накопитель, выбираем наши файлы и копируем на ком. Далее открываем уже скачанный нами Blackbox Explorer, выбираем наш лог и грузим его сюда. Итак, мы записали лог, засунули его в Explorer и первым делом, конечно же, испугались от того, что тут происходит. Да, я сам абсолютно ничего не понимал первые 5 минут, поэтому рассказываю. Хочу отметить, что настраивать здесь мы ничего не будем. Эта прога создана только, чтобы посмотреть, что мы там записали. Простыми словами, тупо проигрыватель, как видосов, только логов. Первое, что нам нужно сделать, это перетащить сюда файлик с пресетами. Грубо говоря, информацией, которую нам нужно будет смотреть. Ее, конечно, можно настроить тут самому, но зачем, если есть уже готовый файлик. Итак, перетащили. Видим, что у нас тут появились разноцветные вкладочки с надписями. Окей. Теперь смотрим. Тут у нас так называемый таймлайн, в аналогии с программами для монтажа видео. Только вместо самого видео у нас тут полет нашего дрона. Перетягиваем ползунок, видим, что у нас тут что-то меняется, двигается, ползает. Тут вот наш дрон крутится, вертится. Окей, это нам пока не нужно. Вспоминаем, что мы сюда пришли за настройкой фильтров. Нам нужно нажать на 5 на клаве или вот тут вот в воркспейсах выбрать гира плюс пид ролл. И во вкладочке дебаг нажать на гира скейлет ролл. Замечаем, что у нас тут вылезла какая-то картинка. Жмем открыть ее в полный экран и смотрим на эту страшную картинку в полном размере. Теперь давайте разберемся, что у нас тут к чему. Собственно, весь наш полет разложился вот в такой график, который похож на график звука. Только вместо звука здесь у нас весь шум, который был на нашем дроне за весь полет. Зажимаем shift и проводя мышкой можем определять точные частоты. Теперь смотрим. Обычно вот эта область это характеристика вашей рамы и электроники. То есть, если что-то из этого проблемное, то здесь мы будем наблюдать вот такие вот или подобные горки из шума. Здесь, как мы видим, все очень даже неплохо. Вот эта часть это условно характеристика наших моторов. То есть, здесь мы уже можем наблюдать повышенный шум. Но в целом, если мы открыли лог и увидели вот такую или похожую картину, то все хорошо. Лог достаточно чистый и уровень шума в пределах нормы. Если же мы открыли лог и увидели что-то вот такое, то нужно конкретно так разбираться с этапом. Как вы там его собрали и в чем может быть физическая проблема. В этом графике все. Все, теперь переходим во второй график, который у нас вот в этой вкладочке. Здесь у нас картинка, конечно, поменялась. Но по факту от прошлого графика она отличается только тем, что слева у нас по оси Y теперь проценты газа. В этой вкладке мы можем посмотреть, как у нас шумят моторы. Также, вот здесь мы можем увеличить интенсивность шума, чтобы получше рассмотреть какие-то места. А здесь включить или выключить отображение уже примененных фильтров на те или иные шумы. Все, это основное, что вам нужно знать о функционале данного софта для настройки фильтров. Теперь переходим, наконец, к настройке этих самых фильтров. И начнем мы, пожалуй, с минутки теории. Ибо без понимания, какие есть шумы и какие на них нужны фильтры, все это бесполезно. Сейчас мы видим сразу несколько графиков, записанных с разных дронов. И если хорошо посмотреть, то мы можем найти в них что-то общее. Вот эти вот яркие области, это, собственно, наш шум. И если присмотреться, то во всех графиках мы видим вертикальные столбики шума и вот такие вот наклоненные диагональные области. Собственно, это и есть два типа шумов. Начнем с вертикальных. Вертикальный шум – это какой-то физический резонанс на вашем дроне. Проще говоря, что-то где-то как-то болтается и долбит на одной частоте. К примеру, плохо закрепленная антенка, приемник, передатчик, там какой-нибудь проводок болтается и долбит на этой самой одной частоте. Решить это мы можем двумя способами. Первый – это полезть в дрон и проверить все, начиная от рамы, заканчивая железом и проводами. Второе – это наложить фильтр на эту частоту. Для данного типа шума существует два вида фильтров. В Betaflight они называются Low Pass и Notch. Скажу сразу, вот здесь это исторически оставшиеся фильтры и в 95% случаев они вам сегодня не нужны. Но для общего понимания, кратко, как они работают. Low Pass Filter – это фильтр, у которого есть одна настройка. Выбор частоты, с которой он начинает фильтровать. Грубо говоря, мы выбрали частоту 200 Гц. Соответственно, вся область с 200 Гц слева направо будет фильтроваться этим фильтром. С одной стороны, звучит круто. Типа, мы наложили один фильтр, и он фильтрует сразу весь диапазон, и все. И нам не надо ни с чем заморачиваться. Но проблема такой фильтрации в том, что мы фильтруем слишком большой диапазон. Где у нас фильтруется то, что нам не надо фильтровать, и плохо фильтруется то, что надо. И это сказывается на поведении коптера. Но за пределами записанного графика тоже есть какие-то шумы, и иногда они бывают значительными. Поэтому, чтобы предохраниться, рекомендуется оставить второй лопаз включенным. Он будет фильтровать весь диапазон с 500 Гц, даже то, что мы не видим. Для того, чтобы фильтровать именно конкретные области шума, были созданы ночь-фильтры. Ночь-фильтр работает на какой-то конкретной частоте. То есть, вот мы видим столбик шума на 218 Гц, соответственно, здесь мы можем выставить 218 Гц, и ночь-фильтр применится ровно на этот шум, вот таким вот треугольником. А ширину этого самого треугольника мы можем регулировать вторым параметром. Этот фильтр выглядит уже более продвинутым, но проблема этого фильтра в том, что он статический. Это значит, что если у нас после какого-то падения шум сместился на другую частоту, или вдруг появляется вторая область шума, где-то на неизвестной нам частоте, то фильтроваться она уже не будет, и это скажется на полете. Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, был создан динамический ночь-фильтр, который сам во время полета рисует вот такой вот график и автоматически ищет шумы, накладывая на них вот эти самые треугольнички. Теперь, как его настроить? Мы заходим в Betafly и смотрим, что у нас стоит один фильтр, у которого ширина треугольника 500. Далее у нас настройка диапазона. В минимальной частоте у нас стоит 100, а в максимальной 550. Открыли наш график, видим, что у нас хорошо заметный столбик шума на 218 Гц и еле заметный на где-то 175 Гц. Из этого всего мы можем сделать вывод, что эти шумы находятся в диапазоне действия фильтров, который уже настроен от 100 до 550. Конечно, мы можем снизить диапазон действия фильтров и сделать, к примеру, 150-200. Но, так как это FPV-дрон, мы часто падаем, во что-то врезаемся, что-то может погнуться или начать болтаться. Шум может появиться уже за этим небольшим диапазоном, а значит, фильтроваться он не будет. И это, конечно же, повлияет на поведение нашего дрона. И еще, мы видим, что фильтр у нас стоит один. Соответственно, в этом диапазоне у нас фильтруется только один самый большой шум. То есть, вероятнее всего, вот этот. А мы видим, что у нас есть еще столбик на 175 Гц. Чуть менее заметный, но он есть, и это значит, что для него тоже нужен фильтр. Плюс, как я уже объяснял, при каком-то падении, что-то может погнуться, оторваться или начать болтаться. Где-то появится еще один заметный столбик. Поэтому лучше всегда ставить количество фильтров с запасом, чтобы избежать каких-то нештатных ситуаций. Больше трех ставить не рекомендуется, ибо мозгу придется больше думать, фильтровать то, что не нужно фильтровать. Соответственно, это тоже повлияет на поведение дрона. На данном этапе мы разобрали с шумом, который у нас не зависит от газа. У нас остался последний тип шума, и его настройка еще более простая. Следующий тип шума, это который у нас зависит от газа. У него частота будет меняться в зависимости от уровня газа. И здесь это вот эти вот диагональные области. То есть мы видим, чем выше газ, тем выше частота шума. Подобный шум это в явном виде RPM. Вибрации, которые создает мотор своим вращением. Помимо того, что он меняется в зависимости от газа в явном виде, он еще имеет гармоники. Если мы посмотрим, у нас есть первая область явная. Явно имеется вторая область. По своему опыту скажу, что здесь еще есть и третья область. Она находится между первой и второй. Это так называемая первая, вторая и третья гармоники. Рассчитываются они очень просто. То есть если у тебя есть шум, ну допустим 200 Гц. 200 мы умножим на 200, у нас получится 400 Гц. Это будет вторая гармоника. Ну ее не видно, на самом деле она есть. И если мы еще добавим 200, получится 600 Гц. Вот она наша третья гармоника. Там правило X2 всегда работает. Для фильтрации этих гармоник у нас есть классная штука под названием RPM фильтры. Вся настройка, которая для него нужна, это минимальная частота, с которой он начнет работать. Соответственно мы опять зажимаем shift и смотрим, где у нас начинается вот этот вот первый шум. Визуально он начинается распознаваться где-то на 100 Гц, плюс-минус, что в принципе является типовым значением для 5 дюймов. Для 7 дюймов, допустим, это будет чуть ниже, это порядка 80 Гц. То есть опять же у нас больше пропы. Они медленнее вращаются. Соответственно создает вибрацию на более низкой частоте. Так как это у нас пятерка и мы видим, что примерно со 100 Гц, мы здесь стоковые 100 Гц и оставляем. Дальше количество гармоник, которые хотим отфильтровать. Многие блогеры советуют здесь смело ставить единичку, мотивируя это тем, что у нас нет второй гармоники и третья гармоника на высоких частотах. Но я предпочитаю оставлять троечку, потому что все-таки вот этот шум, он весьма значительный. Ну да, у нас сейчас выключена громкость на полную. Ну все равно она весьма разлучима. И я бы предпочел ее отфильтровать. Можно натюнить фильтры настолько, что это вот прям вот. Они будут на грани. Пока у тебя все новенькое, ты летаешь, все хорошо. Но чуть-чуть ты заделал проб, допустим, и все, у тебя коптер уже начинает болтать или прямо улетать в реарм. Я такие ситуации не люблю. Я всегда люблю оставлять небольшой запас фильтра. Поэтому я всегда рекомендую в 90% случаев вставлять три гармоники. Некоторые ошибочно заходят в этот график и видят, ага, у меня первая гармоника, вторая гармоника. Поставлю здесь два. Так и не работает, потому что вот это, это третья гармоника. И это весьма типичная картина, когда вторая гармоника не видна на 5-дюймовом коптере. Прям вот постоянно так, и в связи с этим в Betaflight 4.5 появится дополнительная функция, которую я предложил и Karate Bro реализовал. Там дополнительно можно будет настроить каждую гармонику отдельно. Ну, это уже прям глубокая настройка. В основном на всех стандартных пятерках RPM-фильтрацию тоже в стоке можно не трогать. А вот на семерке, если мы посмотрим график, видно, что шум моторов начинается в районе с 80 Гц. Поэтому пишем здесь не 100, а 80. Ну и, к примеру, на моем 3-дюймовом синелупе шум начинается уже где-то на 200 Гц. Поэтому RPM-фильтр я и указал с 200 Гц. В общем-то говоря, если вы только собрали классический, там, 5-дюймовый обычный дрон, то из стоковой настройки фильтров в Betaflight 4.4 вам практически ничего не нужно менять. Проверить, что включены или выключены те фильтры, о которых мы говорили. Сверлить по логам настроенные в стоке диапазоны. Если надо, что-то подправить. Если не надо, можно вообще не трогать. Ну и, конечно же, самое главное, это следить за состоянием дрона. Как закручена рама, как все закреплено, состояние моторов, подшипников, куполов и так далее. Теперь мы плавно переходим ко второму самому главному этапу – настройка пидов. Насколько бы страшно не звучали эти три буквы, спойлер, сегодняшняя настройка пидов еще более простая, чем настройка фильтров. Допустим, вот у нас есть коптер, он висит. И есть наш сетпоинт, то есть то, что мы стиками указываем. И сетпоинтом мы делаем следующее. Ну, на самом деле здесь линии в одном месте. Мы делаем ступенчатый сигнал. Грубо говоря, коптер висел ровно, мы резко дернули стик ролла полностью влево. Полностью влево дернули и вернули опять вдоль. И мы смотрим, как наш коптер себя поведет. Ну, поведет он, допустим, себя вот так. Наверное, понятно, что это не совсем то, что мы хотим. В идеале мы хотим, чтобы коптер сделал вот что мы стиками сделали. Вот то в точности коптер и повторил. Не понимая условия, теорию того, как работают пиды, мы можем откроить вот такие графики. Давать нашему коптеру степ-респонс. Просто смотреть на то, как он себя ведет. И в зависимости от этого подстраиваются наши графики. Для этого есть еще одна прога, которая называется пит-тулбокс. Да, в ней мы тоже ничего настраивать не будем. Это тоже прога чисто для просмотра. Начнем с того, что для пидов нам тоже нужно записать лог. Но не один, а как можно больше. Желательно около пяти. Теперь инструкция логов для этих самых пидов. Первым делом заходим в blackbox. И здесь вместо двух килогерц выбираем один. И стираем память для записи новых логов. Далее заходим в пиды и в эксперт моде выкручиваем ползунки примерно вот так. Теперь нам нужно пойти в поле и записать пять логов. Объясняю. Первый лог мы записываем с теми настройками пидов, которые накрутили. Полет должен быть максимально резкий и дерганый. Никаких плавных движений. Чисто полминуты жарива по всем осям в разные стороны. Садимся, заходим в бедку. Можно с мобилки в спиди-би. Заходим в пиды и повышаем первый ползунок на 0.2. Примерно в таком виде нам нужно записать еще четыре лога, дергая и шатая коптер по всем осям, как это только можно. Ну и все действия, соответственно, на репите. Летаем, садимся, докручиваем на 0.2. И так до момента, пока у нас не получится примерно 5-6 полетов с записанными логами. И по итогу, первый показатель демпинг должен с каждым логом дойти от того, что мы накрутили, то есть примерно 0.6, до 1.4, к примеру. И на этом все. Далее открываем наш уже скачанный пит-тулбокс. Отмечу, что, скорее всего, с рабочего стола он у вас работать не будет. У меня лично впадает в вечную загрузку при попытке залить логи, и, скорее всего, вам, как и мне, придется запускать его с папки, куда он у вас установился. Плюс, отмечу, что в папке, где хранятся прога и логи, не должно на пути быть папок с кириллицей, ибо, скорее всего, тоже будут какие-то беды. Да, несовершенство софта немного доставляет неудобств. Все это на бесплатной основе и поддерживается чисто энтузиастами. Ну, поэтому как есть. Открыли прогу, залили сюда наши файлы, сколько у вас их там получилось, загрузили, выбрали все. Теперь главное не испугаться. Да, тут тоже куча графиков и куча всякой инфы. Если вам интересно, что тут и как работает, ссылку на обзор софта я оставлю в описании. Ну, а нас интересует только настройка пидов. Жмем вот сюда, выбираем все файлы, жмем Run. Вот тут вот убираем все, кроме R. Тут жмем Y Correction, а тут Expand. Если у вас что-то не грузится, то, ну вот, потыкайте туда-сюда, должно прогрузиться. Итак, что мы здесь видим? А видим мы то, что ранее нам показывал Миша. Это сумма всех реакций дрона на стике. Ульта, то есть стиков он не рисует, но рисует именно все поведения дрона с измененными пидами за все 5 логов. Тут все максимально просто. Нам нужно выбрать максимально подходящий график, который раньше всех дошел до единицы, но не перелетел ее, или же перелетел, но совсем чуть-чуть. И главное, чтобы дальнейшее его движение было на уровне единицы, без сильных отклонений. Как мы можем заметить, коричневый у нас дошел быстрее всего, но улетел куда-то в космос. Красный уже лучше, оранжевый еще лучше, и желтый вот почти идеал. А зеленый там вообще где-то отвалился. Если мы уберем отображение экспанд, то заметим тут еще график с точками, где можно еще лучше разглядеть, какой цвет больше всего приближен к единице. Тут мы видим, что эти три практически одинаковые, но желтый мне по графику нравится больше всех. Ну и на третьем графике это, по-моему, скорость задержки в миллисекундах. И здесь желтый тоже один из первых, кто близок к идеалу. Теперь, вот здесь для каждого графика мы можем наблюдать значение пидов. Собственно, которое нам и нужно выставить на нашем дроне. Заходим в пиды и смотрим, что у нас тут происходит. По роллу у нас 45, 47, 42, 42, а по графику значение 45, 47, 35, 35. Соответственно, находим демпинг и крутим, пока у нас не станет вот тут 35, 35. Отлично, теперь ось питч. Ну а здесь уже чуть интереснее. С одной стороны коричневые, но с другой стороны желтые тоже ничего так. Уберем экспант и давайте смотреть, что тут у нас. Ну вот тут по этим графикам, я думаю, победа за коричневым. Окей, смотрим показания пидов, 47, 50, 20, 20. Идем в пидку, крутим уже питч демпинг, пока у нас не станет 20, 20. Готово. А, и да, у нас еще есть ось яв, но даже сам сенсей практически всегда на нее забивает. Он еще долго пытался объяснить, почему туда лезть нет особого смысла. Но я вам ничего объяснять не буду, давайте просто забьем. На этом основная настройка пидов, все. Теперь берем дрон и идем делать финальные тесты. Как мы знаем, у нас осталось несколько ползунков, которые мы убрали для основной настройки и сейчас нам их нужно вернуть. Суть этих ползунков в том, что они в сумме добавляют дрону чуть больше четкости, но добавлять их нужно уже больше по ощущениям. К примеру, дрон с идеально настроенной И будет более управляемым и четким, как дворовые пацки. При низких более таким свободным и расхлябанным, но в то же время слишком высокая И будет давать лишние осцилляции и такие плавные неприятные покачивания на маневрах. Добавлять нужно постепенно. Накрутили 0.2-0.3, полетели, сели, еще докрутили, полетели. Если чувствуете, что что-то меняется в худшую сторону, там появились звуки или дрон начал неадекватно отзываться, убавили. Далее, параметр Fit Forward. Ваш дрон, скорее всего, станет более отзывчивым за счет снижения временной задержки от стиков. Но следим за странными звуками и осцилляциями на моторах. Ну и потом уже такие менее значимые слайдеры. D-Max будет повышать параметр D на маневрах, что сделает дрон более стабильным на каких-то элементах. И, возможно, немного снизит проб-вош. Но в то же время, если у вас дальнолет, то этот параметр можно вообще выкрутить в ноль, ибо там при прямолинейном полете это не важно. Будет меньше нагрузка на моторы, меньше нагрев, больше эффективность. В общем, после основной настройки пидов, после того, как вы нашли PID-баланс, все остальное уже больше по ощущениям. И если, конечно, не лень, то по финальному логу со всеми этими настройками. Ну вот, например. Мы можем посмотреть, насколько точно у тебя квад следует сетпоинт. Мы здесь видим как раз-таки вот он, зеленый сетпоинт наш. И фиолетовенький это наши гиры. Мы видим, что здесь есть небольшой перелет и возврат. Скорее всего, это значит, что после добавления фидфорварда мы слегка сместили баланс, который мы настроили в PID-баланс. И нам нужно бы добавить немножечко дэшечка. Это касается того, что делает каждый из компонентов. Мы здесь видим, что у нас сетпоинт пошел вниз, и вот это красное, это P-шечка. P-компонента, она всегда толкает квад в сторону сетпоинта. И мы видим, что она тремилась в сторону сетпоинта. И вот это движение гироскопа, которое тоже пошло за сетпоинтом, оно частично обусловлено P-компонент. Когда мы что-то толкаем в каком-то направлении, при этом скорость увеличивается, 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 мы обязательно ее перелетим. Соответственно, нам нужно в какой-то момент затормозить. Для того, чтобы затормозить, нам нужен тормоз. И в роли тормоза у нас выступает D-компонента. И вот мы здесь видим, ну, сложнее стало, конечно, определять, что происходит, но мы видим, что у нас сетпоинт дырнул вниз. P-компонента вот в этом моменте тоже толкнула коптер вниз. Но при этом D-компонента, которая желтая, чем больше мы разгоняемся, тем больше D-компонента начинает нас тормозить. То есть она, видишь, в противоположном направлении действует. На самом деле вот это пошатывание абсолютно незаметно, потому что оно происходит на скорости 600 градусов в секунду. Когда утирокоптер вращается там со скоростью 589 градусов в секунду, мы просим вот здесь вращаться его со скоростью 576 градусов в секунду, а он вращается со скоростью 617 градусов в секунду. Тут разница 30 градусов в секунду при абсолютном значении 600 сотен. Я готов поспорить, ни один пилот мира такую разницу не заметит. Соответственно, можно на это забить. Можно, скорее всего, добавить чуть-чуть больше D-шечки или чуть-чуть уменьшить B-компонент. Все, что на это влияет, это баланс между B и D-компонентами. Мы либо увеличим одно, либо уменьшаем другое. И вот эта вот картиночка, она чуть-чуть поправится. На соседнем флиппе ходе она уже вот такая. То есть здесь, наоборот, D-компоненты перетормозило, и мы не долетели. Здесь мы видим, что мы перелетели, но перелетели без обратного перерегулирования. Это я к чему говорю? Невозможно, практически невозможно настроить B-бы идеально. Всегда есть какой-то предел того, к чему ты стремишься и сколько ты времени готов на это потратить. Также на анализе лога мы можем узнать, почему нормально настроить дрон с кроссфайером будет сложнее. Вот то, за что я не люблю. Кроссфайер, у него пакеты приходят 50 раз в секунду, ну, соответственно, 50 Гц. Точнее, у него есть два режима. Это статик 50 и динамик. Динамик — это когда он летает 150 Гц, пытается держать 150 Гц. Ну, как только у него падает качество сигнала, он сразу свалится на 50. Практика показывает, что это практически сразу после взлёта. У беты сейчас система фильтрации, ну, всё, что приходит со стиков, оно фильтруется дополнительными лоупасами. Не имеет отношения к гиро-лоупасам, но это такой же алгоритм фильтрации. То есть он тоже убирает лишние шумы. Оно рассчитано, что у тебя RC-линг будет на статичной частоте. Кросс в режиме 50 Гц работает вот такими ступенечками. То есть вот это вот то, что пришлось из стиков. И твоё плавное движение стиком превратилось вот в такие ступенечки в какой-то момент. На резких движениях оно превращается прям вообще в отвратительнейшие ступеньки. Вот, и, соответственно, каждая вот эта ступенька, она отрабатывается пидами и отрабатывается, ну, тоже вот так. Ну, то есть ты видишь, у тебя на сетпойнте вместо плавной кривой у тебя ступеньки. И вот по этим ступенькам прям вот явно коптер летит по этим ступенькам. Вот моторы, каждую эту ступенечку, вот здесь вот 4 трейса, это газ, который полётник отправляет на мотор. Мы видим, что он каждую эту ступенечку отрабатывает. То есть моторы делают вжук, 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 вжук. Они не могут так быстро разгоняться или тормозить. Поэтому, скорее всего, ты не увидишь это в виде какой-то тряски. Ну, только в очень редких случаях это может проявиться прям вот в визуально заметной тряской. В основном это будет какая-то там излишний нагрев моторов. Где-то, может быть, да тряхнёт на резких поворотах. Это одна из моих основных сейчас претензий к росту. То есть эта система была отличной, когда она появилась. Когда из аналогов было только FlySky или Forsky. Но сейчас им пора бы подрасти и догнать современные реалии, которым максимально соответствует ELRS. Кстати, есть ещё момент, который мы забыли обсудить. Это дефильтры. Вся левая часть фильтров это джайрофильтры. То есть фильтры, которые фильтруют сигнал гироскопа. Но в правой части мы видим дефильтры. Они не фильтруют гироскоп, а фильтруют отдельно дкомпонент. Почему это нужно? Суть дкомпонента в том, что она реагирует на скорость изменения. К примеру, если у нас гироскоп показывает прямую ровную линию, у нас D компонента будет равна 0, потому что скорость изменения никакая. Но когда у нас наша компонента меняется, скажем, вот так, D компонента будет расти в зависимости от скорости. Чем быстрее вот эта скорость изменения, тем больше будет расти D компонента. А представь теперь, что происходит, когда у нас из-за шума наш параметр делает вот так. Скорость изменения очень большая, и дифференциальная компонента, она улетает просто в космос. На этом любые вибрации D компонента многократно усиливают. Из-за этого для нее нужна дополнительная фильтрация. И эта фильтрация, как правило, на много более низких частотах, чем джайрофильтрация. Вот, как мы видим, D компоненты, основной шум, он ниже 100 Гц. Ну, в частности, это как раз таки из-за того, что выше 100 Гц у нас фильтры очень хорошо отрабатывают, и здесь чистенько, в принципе. Но D компоненты нуждаются в дополнительной фильтрации. Здесь, ну, мы просто смотрим, насколько сильный шум. Вот здесь, в принципе, он приемлемый. Ниже стоковых значений нам менять не нужно. В принципе, можно принять решение о том, чтобы снизить фильтрацию D компонента. Два фильтра, опять же, от 75 Гц и меняются с газом. Вот, и второй от 150 Гц. Но, глядя на эту картинку, мы видим, что... Ну, ладно, это сильно, я переборщил. Мы видим, что, во-первых, от 75 Гц нету никакого шума, который менялся бы с газом. Соответственно, мы уже можем этот динамик перевести в статик и, возможно, чуть-чуть его подвинуть вверх. Ну, на самом деле, я бы хотел вот эту вот область относительно высокого шума закрыть. Она на где-то 100 Гц, на 98 Гц. 75 Гц, в принципе, фильтра достаточно. А второй фильтр в этом случае можно, допустим, полностью выключить, попробовать. Но, опять же, с D компонентой нужно быть предельно аккуратным. Все вот такие вот изменения делать прям небольшими шагами. Чуткой проверкой температуры моторов после полета, лога после полета, перед следующим изменением. И последнее, что хотелось бы обсудить из настроек, это рейты. Рейты — это реакция квада на стике. То, как у тебя будет вести сетпоинт в себя в зависимости от того, как ты двигаешь стиком. С фильтрами они вообще не связаны абсолютно. С пидами они связаны косвенно, потому что они как раз-таки формируют тот самый сетпоинт. Как их настраивать, есть отличнейшее видео у Джошуа Бардова. Но я лично никогда не заморачиваюсь с рейтами, как и со всеми остальными настройками. Из лично моего опыта, если я летаю фристайл, в таком случае в основном это будут повышенные рейты, ибо там хочется динамики. И если это какой-то базовый синематик, их я иногда выкручиваю поменьше, чтобы движения дрона были более медленные и плавные. Теперь небольшой отзыв из моей личной практики после того, как я настроил около пяти разных дронов. Первый коптер мне полностью настроил ниша, и это тот самый сетап, который я вам показывал в начале видео. Из таких заметных изменений дрон стал более резво отзываться на стики и достаточно четко останавливаться на завершении маневров. Также заметил небольшое уменьшение осцилляции, ну то есть на разворотах уже можно позволить себе долбить газ чуть резче. Еще одна пятерка, которую настроил уже я, на таком же клоне Апекса и совершенно другом железе, где моторы там 2400 оборотов и летают все это на шести банках. Пушка-ракета. До настройки этот дрон был более вялым по отзывчивости и как-то что-ли излишне плавно отзывался на стики. Но вот после настройки также стал более четко завершать маневры и что-ли четче блокироваться в воздухе при опускании стиков. Синевуп тройка. На отвратительной ушатанной раме после настройки пидов стал меньше шататься при резких движениях и моторы стали меньше греться. А вот в семерке после настройки как будто бы вообще ничего не поменялось. Она уже замечательно летала еще до всех настроек, а после единственное, что заметил, это как будто бы стало немного меньше проб воша, ну или он в принципе практически полностью пропал. Часто то, что называют проб вош, является пидосцилляциями. Это не попадание квада в свои турбулентные потоки и потери управления, а пиды, грубо говоря, входят в резонанс и начинают раскачивать квад. Одна из составляющих этого явления это вот та самая фазовая задержка. То есть, когда у нас между реальным состоянием квада и тем, значением, которое обрабатывает полетник, есть какой-то лаг по времени. Там какие-то 3-4 миллисекунды, но они, как правило, влияют. Соответственно, из-за этого мы видим, что между бетафлай, допустим, там 3-3 и 4-3, гигантская разница по обработке проплош. Не всегда проплош это проплош. И как с ним жить? Ну, настраивать пиды, настраивать фильтры, фильтры в первую очередь. И учиться рулить стиками, потому что в большинстве случаев в этой ситуации можно избежать, банально правильно регулируя газ и совершая маневры. Вообще, проплош и многие другие проблемы, это зачастую не проблемы дрона. С любым, даже максимально убого настроенным коптером можно научиться управлять так, будто его настраивали все разрабы бетафлай. Все это кроется именно в ваших руках и в скилле, который вы набили за все время тренировок. Но, к примеру, все же существует парочка проблем, о которых нужно знать и учиться их решать, когда они возникают. К примеру, флай-эвэй. Это когда дрон при армии сразу улетает в космос. Флай-эвэй случается, как правило, из-за того, что у тебя слишком низкая фильтрация для твоего уровня шумов. Либо слишком низкая фильтрация, либо слишком высокие пиды для твоего уровня шумов. Соответственно, как решать? Ну, настраивать пиды и фильтры. Проблема флай-эвэя в том, что он, как правило, случается при первом запуске, и ты не можешь даже записать лог, чтобы понять, что там происходит. Соответственно, если с тобой это случилось, ты там быстро дезармишься, если бетка сама этого не сделала. Проверяешь, что у тебя на кваде все закручено, полетник виброразвязан, конденсатор есть. Все вот эти вот рекомендации для нормального сетапа. Если все хорошо, но у тебя по-прежнему флай-эвэй, идешь в пиды, мастер мультиплеер, делаешь в два раза меньше. То есть снижаешь пиды до максимума. Можно еще уменьшить декомпоненту, потому что, как правило, декомпоненты вызывают осцилляции, которые приводят к флай-эвэй. С такими параметрами уже можно там худо-бедно пойти записать лог, посмотреть, что по фильтрам и подстроить фильтры. Очень часто в флай-эвэй, допустим, бывает на семерках, когда у тебя RPM-фильтры от 100 Гц, а моторы начинают шуметь на 80. Соответственно, диапазон 80-100 ты никак не фильтруешь, у тебя этот шум попадает прямо в пиды, и ты при армии сразу начинаешь улетать в неясные дали. Соответственно, общая рекомендация это проверить, что у тебя все влезо на кваде нормально. Если мне не помогло, занизить пиды записать лог, посмотреть, что нужно сделать по боку. Лично я с проблемой флай-эвэя ни разу не сталкивался, но у меня была другая проблема, с которой я как раз-таки столкнулся, и решения пока что до сих пор не знаю. Дрон начал ловить так называемые десинки. Это когда при резком газе или развороте с резким газом он просто закручивается и падает. Ну, это на самом деле прям далеко от пидов. Максимально далеко от пидов. Это из механизма управления двигателем. То есть десинт происходит между двигателем и регулятором двигателя. Из-за того, что наши моторы довольно-таки небольшого размера, они так называемые бессенсорные моторы, нет возможности поставить датчик ХО, который регулятору будет говорить точно, в каком положении мотор, и в какие моменты подавать напряжение на обмотку, чтобы магнит провернулся относительно этой обмотки в правильную сторону. Соответственно, регулятор должен вот этот момент угадать. И он вначале подает нарастающую последовательность переключения обмоток, чтобы мотор начал крутиться. И дальше он эту последовательность сохраняет, но если в какой-то момент на мотор было оказано внешнее воздействие, либо ты запросил от мотора слишком быстрое изменение оборотов, которые он физически не смог отработать, вот эта последовательность, она может сорваться. Срыв синхронизации, так называемый десинг. Когда это происходит, регулятор теряет возможность управлять дальше оборотами моторов. Мотор, скорее всего, чаще всего останавливается. Программно это исправляется, есть несколько рекомендаций по настройке. В частности, была видюшка у Явтеча, одно из самых рабочих решений. Иногда это связано со схемотехникой регулятора, соответственно, программа, ты тут ничего не сделаешь, это просто особенность железа. Иногда это просто неграмотно подобранный мотор. Например, там 2700 кВ на 6С. Это практически 100% десинг, если он не сгорит раньше. Конечно, всякие такие проблемы порой очень сильно напрягают. И лично я с этим всем возиться вообще не люблю. Хочется просто купить железо, которое ты просто спаял. И хочется, чтобы оно само себя начало хорошо летать сразу после сборки. Что-то подобное однажды попытались сделать ребята эскиз. Они до сих пор существуют, и, насколько я знаю, очень даже неплохо. Но не особо популярны они, скорее всего, из-за стоимости. К КИСу я отношусь настороженно. Потому что это закрытая система, в которой ты не можешь знать, как она функционирует. Я несколько раз предпринимал попытки полетать на КИС-оборудовании. Не очень зашли, так сказать, потому что там немного другая парадигма того, как должен себя вести клад. Возможно, КИС зайдет к рестайверам. Но человеку с моим исследовательским интересом, так сказать, когда нравится погрузиться внутрь и понять, как это работает, не совсем то, что хотелось бы. Вообще, КИС расшифровывается как keep it simple, super simple. И они стараются максимально упростить жизнь пользователям. Вроде бы как. Но там тоже, на самом деле, из-за этого возникают дополнительные проблемы. Допустим, иногда бывает так, что все хорошо, и ты летишь, тебе не надо ничего настраиваться. Иногда возникают проблемы, и тебе банально не хватает инструментов, которые дает прошивка, чтобы эти проблемы решить. После всего этого у меня возник достаточно интересный вопрос. Почему все еще в настройке пидов не существует какой-то кнопки сделать за***ть? По сути, что над фильтрами, что над пидами, нам уже практически не нужно думать. Просто пойти полетать, записать несколько логов и посмотреть их в аналайзерах. Но лично мне, и я думаю, что большинству из вас, хотелось бы скипнуть даже эти этапы. Хочется просто нажать, чтобы это все там само куда-то закинулось, проанализировалось и подвинуло эти самые фильтры с пидами как надо. Согласитесь, это было бы божественно. Ну, смотри, то, что мы видим по фильтрам, тенденция к тому, что фильтры все меньше и меньше настройки первых. То есть раньше у нас были статические джайрофильмы, но басы, которые непонятно куда настраивать. То есть нужно было смотреть логику. Сейчас ты включил RPM фильтры. У тебя мотор уже 100% отфильтрован. Включил динамик 0-4 штуки, там диапазон пошире. У тебя, скорее всего, тоже какие-то резонансы рамы полностью отфильтрованы. То есть здесь движение прям явное в сторону того, что на эту вкладку вообще не нужно будет заходить. По пидам все чуть более сложнее, но я думаю, тоже постепенно придет в этом направлении, потому что, допустим, в Бардукионсе вполне себе есть автотюн пидов. Да, он не настраивает идеально, но он, опять же, настраивает до вполне себе приемлемого значения. Здесь стоит ждать того, что в будущем что-то интересное появится. На самом деле сейчас уже многие предпринимают попытки написать какие-то алгоритмы автотюна, но пока не получается. Как я уже говорил ранее, до этого момента я не шарил за настройку фильтров с пидами и никогда в них не лез. После всего этого страшного пути, который прошел к изучению настроек, я могу сказать, что на самом деле все оказалось не так уж и страшно. Ибо сегодня все как раз-таки сильно изменилось. Я помню момент, когда пиды настраивались исключительно по ощущениям. То есть их полностью выкручивали по нулям, взлетали и по каждому из параметров поднимали показатели, чтобы смотреть, что происходит и как все это влияет на дрон. Сегодня же с кучей нового софта это все выглядит гораздо проще и понятнее. Теперь вопрос. Начну ли я сейчас настраивать свои какие-то новые сборки? Скорее всего, нет. Я жил без этого с самого начала в FPV и уверен, смогу прожить и дальше. Спорить не буду, намного приятнее летать на более четко настроенном дроне, но мне это давно стало не важно. Да и честно говоря, сильных изменений в полете я просто не замечаю. А новички, я думаю, и подавно. Спустя столько времени в FPV я понял, что это самое время лучше всего тратить именно на полеты и на прокачку себя как пилота. А базовые настройки пидов с фильтрами меня как устраивали раньше, так и будут устраивать дальше. Но зато теперь я знаю, как решить какие-то мелкие проблемы, к примеру, с вибрациями или жуткими осцилляциями, возможно, даже нагрев моторов и прочие нестандартные вещи. Теперь можно попробовать решать настройкой. Конечно, как уже обсуждалось ранее, все эти проблемы могут скрываться совершенно не в настройке, но зато теперь я знаю, как это все проверить. А вы? Что вы узнали из этого видео? Помогло ли оно вам разобраться и хоть немного понять, что тут вообще происходит? Пишите свои отзывы в комментах. Огромное спасибо хочу выразить Михаилу за помощь в создании этого видео. Он сделал большой вклад в развитие FPV. К примеру, одна из его таких работ это сайт с вообще полным гайдом на FPV, где все просто и понятно. В общем, все ссылки в описании. А также дрон, который мы настраивали в этом видео, тоже можно приобрести по ссылке в описании. Он, кстати, вполне неплохо полетел еще до настроек и я решил оставить его до следующего мощного видоса, где посмотрим, на что вообще способно такое и подобное бюджетное железо. Ну а меня вы можете отблагодарить первым делом, конечно же, лайком, комментом и подпиской на канал. А еще у меня есть второй канал, где я начал активно постить FPV лайфстайл. Всякие сборки, стекам полеты и прочее, все там. Ну и, конечно же, телега там тоже прикольно. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»